книга открытым оком вопрос 185 тема смерть том 1 если человек устал жить в этой жизни то может ли он просить бога о скорой своей кончине чтобы предать себя в руки божии можно ли молиться о скорой смерти для безнадежных больных отвечает игнатий тихонович лапкин человек устает от жизни насыщается днями сердце еще бьется жизнь продолжается а радости нет какой радости если говорится о телесной то нужна ли она тебе 2 царств 19 34 35 но верзилий отвечал царю долго ли мне осталось жить чтоб идти с царем в иерусалим мне теперь 80 лет различу ли хорошее от худого узнает ли раб твой вкус в том что буду есть и в том что буду пить и буду ли в состоянии слышать голос певцов и певиц зачем же работ во ему быть в тягость господину моему царю человек не знает не имеет никакого опыта потустороннего бытия и поэтому то что кажется здесь невыносимым при рассматривании с той стороны покажется раем давид 3 12 13 и ныне к тебе господи обращаю очи мои и лицо моё молю возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще у коризм давид 4 2 и сказал сам себе я просил смерти что же не позову сына моего тови чтобы объявить ему об этом пока я не умер давид 3 17 13 в тот самый день случилось и саре и саре дочери рагуиловы в ягботанах медийских терпеть у коризна от служанок отца своего за то что она была отдаваемая семи мужья но осмодей злой дух умерщвлял их прежде нежели они были с нею как с женою они говорили ей разве тебе не совестно что ты задушила мужей твоих уже семерых ты имела но не называлась именем ни одного из них что что нас бить за них они умерли иди и ты за ними чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек услышав это она весьма опечалилась так что решилась было лишить себя жизни но подумала я одного отца моего если сделаю это бесчестье ему будет и я сведу старость его с печалью в преисподнюю и стала она молиться у окна и говорила благословен ты господи боже мой и благословенно имя твое святое и славное вовеки до благословляют тебя все творения твоего вовек и ныне к тебе господи обращаю очень мои лице моего молю возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризны молились о своей смерти и святые что мы выйдем из житий святых все это от того что человек жалеет себя и мало надеется на бога и такая молитва не является подвигом апостол павел тоже желал поскорее пакет покинуть земную юда филиппийцам 12126 ибо для меня жизнь христос и смерть приобретения если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу то не знаю что избрать влечет меня то и другое имею желание разрешиться и быть со христом потому что это не сравненно лучше а оставаться во плоти нужнее для вас и я верно знаю что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере дабы похвала вашего христе иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии нужно доверяться богу и видите нужность свою в этом мире как правило просящие себе смерти не думают о тех кто остается здесь какую пользу они могут принести этим самым они подводят черту под своей жизнью давая и оценку не нужен жизнь это миг один взмах ресниц и еще укорачивать ее ветхозаветный человек не имел той близкой связи связи с богом в духе святом и при огорчении в жизни не имея этой поддержки от бога легко впадал в отчаяния и of 3 глава 11 13 и of 3 глава 1 13 после того открыл и афуста свои и проклял день свой и и начал и of и сказал погиб не день в которой я родился и ночь в которую сказано зачался человек день тот да будет тьмою да не взыщет его бог свыше и да не воссияет над ним свет да оброчит его тьма и день смертная до обнажит до обложит его туча да страшаться его как палящего зноя ночь то да обладает ею мрак да не сочтется она в днях года да не войдет в число месяцев о ночь то да будет она безлюдна да не войдет в нее веселье да проклянут ее проклинающий день способные разбудить левиафана да померкнут звезды рассвета ее пусть ждет она света и он не приходит и да не увидит она ресниц единицы за то что не затворила двери чрева матери моей и не сокрыта и не сокрыла горести от очей моих для чего не умер я выходя из утробы и не скончался когда вышел из чрева зачем приняли меня колени зачем было мне сосать сосцы теперь бы лежал я и почивал спал бы и мне было бы покойно и риме 20 14 18 проклятый день в которой я родился день в которой родила меня мать моя да не будет благословен проклят человек который принес весть отцу моему и сказал у тебя родился сын и тем очень обрадовал его и да будет с тем человеком что с городами которые разрушил господь и не пожалел да слышит он утром вопль и в полдень рыдания за то что он не убил меня в самой утробе так чтобы мать моя была мне гробом и чрева ее оставалась вечно беременна для чего вышел я из утробы чтобы видеть труды и скорби и чтобы дни мои исчезали в бесславе и для больного нужна такая молитва да будет воля твоя псалом 138 16 зародыш мой видели очи твои в твоей книге записаны все дни для меня назначены и когда ни одного из них еще не было пусть же они все пройдут как тобой предначертано и я не посягну на них господи да будет замкнутым кольцо цепочка моей жизни от дня рождения до дня смерти определенных тобою экклесиаз 12 6 доколе не прорвалась серебряная цепочка доколе не порвалась серебряная цепочка и не разорвалась золотая повязка и не разбился кувшин у источника и не обрушилась колесо над колодезе